А есть какой-то тест, как понять, мужчина поли или моно? Ты знаешь, можно... Кстати, я тебе хочу сказать, что человек ест примерно так же, как занимается сексом. Это сейчас будет звучать как шутка, но, скажем так, это скорее про метапрограммы. Если вы посмотрите, как ваш избранник ест очень внимательно, как он выбирает место, где он будет кушать и так далее, то вот смотри, вот, например, может быть ситуация, когда ваш избранник говорит, а вот ты знаешь, я люблю, вот я в этом ресторане все время ем, и вот я люблю сюда приходить, вот я сажусь в это кресло возле камина, я всегда заказываю вот только вот такой стейк, вот он мой любимый. Довольно с большой точкой доли вероятности можно сделать вывод, что и в сексе он, скажем так, любит не то чтобы привычные вещи, а ему нравится привыкать к одной партнерше, ему нравится открывать новые вкусы привычного блюда. Это, если говорить на языке метапрограмм, то есть программа мозга, это такая программа сходства. И действительно есть люди, которым это свойственно, они любят открывать новые нюансы привычного блюда. Это не хорошо, не плохо, это их особенность. Если в противовес вы замечаете в своем избраннике вот такие вот, скажем, ну, такие, скажем, какие-то вот выражения, он говорит, нет, здесь мы уже были, вот здесь мы уже кушали, давай, вот я люблю все время что-то новенькое, давай вот в этом ресторане мы ели, а вот мы еще не были там, 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 о, а давай еще вот поедим, например, допустим, в воздухе, да, там, а под водой ресторан, а как тебе вот это, да? Или вот он приходит в ресторан и говорит, нет, это я уже ел. Я, и говорит вам, я не люблю второй раз пробовать одно и то же блюдо. Дело в том, что центр удовольствия в коре головного мозга, который отвечает за секс, за еду, он, в общем-то, не так, центр секса не так далеко от центра, который отвечает за пищевое удовольствие, поэтому вот эти вот метапрограммы, то есть надпрограммы, да, их можно отследить и прогнозировать. То есть человек, который все время в еде выбирает новое, и который говорит, что, ты знаешь, я не люблю одно и то же блюдо, да, там, снова и снова есть, с великой долей вероятности можно прогнозировать, что он будет все время искать новое в сексуальных ощущениях. Скажи мне, это только про секс, или мы эту схему можем применить и про партнеров? Вот, например, если мужчина выбирает один и тот же ресторан, значит, он очень стабильный, с ним можно строить отношения, и он моно, а если ему постоянно хочется... Ну, моно, это же про секс, вот в том-то и дело. Хорошо, а если вот про, говорить именно про партнеров, эта схема не работает. Я просто хочу, чтобы, вы знаете, мы не растеклись мыслью под реву, но я быстро очень скажу, потому что девушки допускают критичную ошибку, критичную, они не понимают, что секс, любовь, брак и семья – это разные вещи. То есть вот правда, это секс, любовь, брак и семья – это действительно очень разные вещи. И там ценности разные в каждом из аспектов. Это может быть с одним человеком, действительно. Но то, что я сказала в плане вот еды, это скорее все-таки про секс. И я еще хотела бы отметить вот что, ваш избранник может быть абсолютно моно в плане семьи и брака. То есть в качестве жены он видит только вас, только вас. Но он может быть абсолютно поле в плане секса. То есть ему все время нужны будут новые сексуальные партнерши, но на роль жены, в роли жены он видит только вас. И это, скажем, реальность, связанная с тем, как устроен его мозг, как устроена его программа, как устроена его стратегия реальности, говоря таким языком. И это никоим образом не означает, что он вас не любит. Это совсем не означает, что он готов вас бросить. То есть, скажем так, для меня, как бы нагло это ни звучало, в этой теме почти все ясно. И если тезисно, то ваш муж может быть верным вам как муж и неверным вам как сексуальный партнер. И это очень разные вещи. Потому что если у него стратегия все время что-то новенькое, то фактически только лоботомия сможет сделать из него верного супруга. То есть или вы его просто пристегнете наручниками к батарее, но вы же это не хотите. Вот, знаешь, распространенный вопрос. Он, значит, у моего мужа появилась любовница. Наверное, я делаю что-то не так. Вот, наверное, я в чем-то виновата. Это совсем не обязательно. Совсем не обязательно. Ты можешь быть вообще совершенно прекрасной женой, но он по-другому просто не может. И если ты сейчас взбрыкнешь, это тоже такая очень навязываемая многим стратегия, если ты сейчас поставишь ультиматумы, хотя очень часто есть ситуации, когда ультиматумы нужны, если ты сейчас поставишь или я, или она, то, может быть, ты уйдешь, и твое место займет другая. Но это не факт, что для тебя это было лучшее решение. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!